МОВЛИЕВ Помните, как много восторгов Хабирова было по поводу того, как ловко Мавлиев меняет светильники в городе Нефтекамске? Ряди Фаридович так восхищался достижениями юного мэра Нефтекамска, что даже повелел распространить опыт энергосервисных контрактов по всеместному республике Башкортостан. Правда, Федеральная антимонопольная служба немного не согласна с восторгами главы республики и сейчас возбудила дело по той самой Нефтекамской схеме, в частности, там расследуется завышение цены этих светильников. Но Мавлиев, к тому времени став уже мэром Уфы, успел соорудить этот энергосервисный контракт уже и в Уфе. Аж на целых 47 тысяч светильников. И вот гром среди ясного неба. Выясняется, что не все так просто в этой на самом деле истории. Мало того, что финансовая схема и суммы, которые город будет выплачивать долгие годы после того, как Мавлиева тут уже и не будет, вот эти суммы, они сомнительны, и их нужно точно проверять, насколько рационально было бы их истратить, так выясняется еще, что светильники, которые планируют устанавливать в городе Уфе господин Мавлиев, не вполне соответствуют российским стандартам. Далее я процитирую текст письма от эксперта в области закупок и вот этих вот всех штук, которыми Мавлиев пытается освещать наш город. Письмо это очень интересное и подробное. Я не буду подмешивать туда собственных рассуждений, я просто его вам зачитаю. 6 февраля 2023 года город Уфа в лице Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан заключил энергосервисный контракт с ПАО «Башинфорссвязь». Далее идет ссылка на этот контракт. По контракту до конца года 2023 года по всей Уфе должно быть заменено более 47 тысяч старых уличных светильников на новые светодиодные. Эта история примечательна тем, что техническое задание было сформировано под светильники нефтекамского, откуда родом собственно сам Мавлиев, производителя. Ну, это предположение нашего эксперта. Собственно, это подтвердилось и недавно на портале госзакупок был опубликован договор между ПАО «Башинфорссвязь» и ООО «Башлайт», город Нефтекамск, подписанный 15 июня 2023 года. Вот здесь дата важна. Далее ссылки на эти контракты. Абсурдность и пикантность этой ситуации добавляет следующее. По закону, если в проекте общая стоимость светильников превышает 1 миллион рублей, а в этом контракте она, естественно, превышает эту стоимость, то светильники обязательно должны быть подтвержденного отечественного производства. Постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года за номером 616. Они должны состоять в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Далее идет ссылка на этот реестр. По этой ссылке можно пройти и, введя слово «Башлайт» в первой столбце, убедиться, что на сегодняшний день, на сегодняшний день, подчеркиваю это, у «Башлайта» нет светильников в этом реестре. Они были в реестре до 31.03.2023, пока у «Башлайта» не истек срок действия заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В этом можно убедиться по ссылке, введя в столбце заявитель слова «Башлайт». Сейчас уже вовсю должна идти собственная замена светильников. К примеру, до конца июля должно быть заменено не менее 20% по всему городу и устанавливают светильники, получается, по предположению нашего эксперта, не состоящие в реестре Минпромторга. Хотя в том же договоре между «Башинформсвязью» и «Башлайтом» есть пункт 5.3.5, в котором говорится, что устанавливаемые светильники обязательно должны состоять в этом реестре. Приводится цитата из договора. То есть, предположительно, они в наглую сейчас нарушают закон и, видимо, не хотят отменять собственные договоренности. Подчеркну предположительно. Кстати, по «Башлайту» сейчас рассматривается дело в управлении Федеральной антимонопольной службы по ОРБ. Они там прошлой весной намутили, извините за жарганизм, с администрацией Нефтекамска. Ну и так далее, и так далее. Так вот, я действительно не утверждаю пока, что нарушены законы и нормативы по установке светильников в соответствии с этим энергосервисным контрактом, но полагаю, что правоохранительным и надзорным органам сейчас нужно самым внимательным образом изучить документацию, контрактную документацию всю цепочку поставщиков и обратить пристальное внимание на вот эту компанию «Башлайт». 47 тысяч светильников в Уфе – это вам не код начихал. Если эти светильники не соответствуют нормативам и стандартам, ну, сами понимаете, это может воздействовать на огромное количество жителей города Уфы, но и еще оно может воздействовать на бюджет города Уфы, потому что согласно этому энергосервисному контракту город Уфа попадает в тяжелую зависимость и многие годы, напомню, будет выплачивать гигантские суммы, компенсируя вот этот вот энергосервисный контракт. То есть, в моем представлении, это замечательная синякура для Мавлиева и его товарищей, они на многие годы вперед обеспечивают себе безбедное существование. Продолжение следует...